И начнем мы с сервиса, который называется Colomeo. Наверняка вы о нем слышали, наверняка многие даже в нем и работают, и знают о его существовании. Я, как всегда, перед вебинаром провела инспекцию всех инструментов, рассказываю об изменениях, которые появились в этом сервисе. У него есть бесплатный тариф, это плюс, и у него есть русификация. То есть он переведен на русский язык, и поэтому работать с ним достаточно просто. В чем суть этого инструмента? Для того, чтобы создать флипбук, от вас потребуется документ в формате ПТФ либо презентация в формате ППТИ. Мы загружаем наш файл внутрь системы и немножко настраиваем его. Вот сейчас на слайде как раз пример окошечка для настраивания. Настройки здесь очень простые. Нам нужно придумать название публикации, описание дать, что это такое, выбрать режим просмотра. Здесь, как видите, есть разные режимы. Есть автоматический, но он такой не очень популярный. Есть публикация. Вот это как раз наш флипбук, листание со страничками. Есть возможность пролистывания, как лента получается на просмотре, ну и слайдами, как презентация. Для чего можно его использовать, этот сервис? Можно размещать любые ваши публикации, которые вы создаете. Методические разработки, какие-то тексты. Многие библиотекари размещают здесь свои виртуальные выставки в формате презентации. Получается такая выставка-книга. И так удобно читателям предлагать, на сайтах размещать, потому что готовый продукт вы можете встроить и на сайт, и в блок без ограничений. Что касается ограничений в бесплатном тарифе. Здесь выдается 15 гигабайт свободного места для публикаций. Вы можете в рамках этих 15 гигабайт создавать неограниченное число публикаций до 500 страниц в каждой. Ну, каждая должна весить примерно около 100 мегабайт, не больше. Ну, как правило, вот такими большими файлами очень редко когда работаем. Поэтому, в общем, очень хороший, очень благожелательный тариф. И то, что на русском языке, это дополнительный плюс. Более того, если у вас внутри документа встроены какие-то гиперссылки, то они будут активными. То есть на них можно нажимать и по ним переходить. Это тоже очень удобно. Дополнительная опция. Все публикации, которые вы размещаете в Коломео, можно добавить на вот такую импровизированную книжную полку. К сожалению, их нельзя рассортировать. То есть что на полку, а что не на полку. Здесь автоматом все, что вы здесь сохраняете, все можно вот в таком книжном шкафу сохранить. На этот книжный шкаф тоже дается ссылка и код. И можно вот в таком виде, как у меня на слайде, встраивать это к себе на сайт. Например, создать такую библиотечку методических публикаций или библиотечку виртуальных выставок. У меня сейчас на экране библиотечка презентации. Это был конкурс презентации у нас в библиотеке. И вот все творческие работы собрали на такую полочку. Удобно их просматривать. В общем и целом, очень хороший инструмент для начинающих. То, что надо.